МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Крае увеличивают количество мест в ковидных отделениях. В Барнауле открылся новый госпиталь с красной зоной. Месяц без воды жители Калманского района вынуждены ездить на большую стирку из-за питьевой водой в краевую столицу. Кто виноват в обезвоживании целого поселка? Пока не утихли обстрелы, виртуальный туристический маршрут может появиться в Донбассе. В Барнауле развернули новый ковидный госпиталь. Он открылся накануне базе горбольницы номер 4. Таким образом, коечный фонд красной зоны увеличился на 15%. Сейчас в Алтайском крае работает 8 ковидных отделений на 526 койко-мест. Добавим, что за сутки в регионе выявлено 529 новых случаев заражения. Двое умерли. И к другой теме. Жители поселка Троиц Калманского района уже месяц живут без воды. Напомним, в населенном пункте сломалась местная скважина, и проблема не решилась до сих пор. А пока сельчане ссорятся между собой, потому что привезенной воды не хватает. Сотни семей остались без возможности мыться и даже готовить еду. Анара Шагирова продолжит. Ведра и другие емкости за забором у жителей поселка Троицк служат знаком. Здесь очень нуждаются в воде. Но по дворам, говорят местные, ее не развозили уже несколько дней. Воды нет. Хоть корову кричи. В магазине тоже нет. Даже пить, взять. Мучения сельчан продолжаются уже месяц. В начале августа вышла из строя водонапорная башня. О том, как жителям доставляли воду, мы уже рассказывали в одном из выпусков. Теперь же поселковая администрация распорядилась поставить несколько баков в центре села, у магазина. Наберет кому надо, точнее, кто успеет. Вот и еще один житель не успел. Из-за нехватки воды, рассказывают местные, соседи уже скандали друг с другом. А если и удалось отхватить воды, то пить жалуются люди, ее не решаются. Вот такая вода, вот мы такую воду набираем. И для чего она? Вот птичек поить. Где-то что-то хоть, вон, цветы все, цветы все позавяло. Вот и хватает заветного напитка, разве что домашним питомцам, да помыть посуду. Люди рассказывают, за питьевой водой ездят в райцентр к родственникам или даже в Барнаул. Постираться в Барнаул ездила в город, да. Перестирали вещи, сейчас они у меня лежат горой мокрые. Сегодня я их пересушиваю. Привезла с собой три канистры питьевой чистой воды. Это вот нам чисто вот прямо вот на кухню. Администрация, они говорят, потерпите еще, потерпите еще. Ждем бригаду, которая одна на планете будет, эти скважины, наверное, или как, я не знаю, как объяснить. Просто ждите, терпите. И ждать сельчанам еще как минимум месяц, заверили нас в районной администрации. Подрядчик, который займется решением проблемы, сейчас работает в еще одном соседнем селе. Там похожая ситуация с водой. В крае ограниченное количество организаций, которые занимаются бурением скважин именно с бюджетом, связанным с бюджетом. Возникают, да, предложения коммерческие поступали такие, но чисто за наличку. И сумма стоимости, ну, примерно в полтора раза выше. Жители поселка уже отчаялись. Началась школа. Детей не помыть, не одеть в чистое. Да и сейчас сезон уборки картошки. Неужели и помыться они будут ездить в краевую столицу? Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня весь мир следит за происходящими событиями в Донбассе. Есть те, кто готов отправиться в места, где ведутся боевые действия, чтобы увидеть своими глазами, как пишется новейшая история. Понятно, что в настоящее время Северодонецку, Мариуполю и многим другим городам не до туристов. Там стреляют, взрывают и обеспечить безопасность туристам просто невозможно. Но совершить путешествия можно с помощью современных цифровых технологий. Они позволяют получить вполне реальные впечатления. Евгений Плохотин расскажет о том, какие места могут войти в будущий туристический маршрут. Сгоревшие танки на обочинах дорог и в болотах. Укрепрайоны. Буквально каждый метр освобожденной Луганской республики пропитан историей. Здесь герои современности ценой собственных жизней сражаются за мир. Черный Т-64, недалеко от поселка Хрящеватая. Сегодня это памятник всем погибшим танкистам. Однако на самом деле его воздвигли как символ героизма вполне определенного экипажа и в конкретном бою 2014 года. Это легендарный танк, который защищал наш поселок. В этом танке было три человека экипажа. Один погиб человек. Его... Он пытался, конечно, ползком уйти, но снайпер с той стороны, они оттуда заходили, украинская армия, его застрелили. Два члена экипажа, это командиры-наводчик, они остались живы. Еще одним объектом виртуального маршрута может стать поселок Металист. Восемь лет назад здесь под минометным огнем вместе с местными жителями оказалась съемочная группа ВГТРК. Они помогли жителям нашего поселка выйти, остаться живыми под обстрелами, когда обстреливалось не только сам поселок, но и дорога, по которой они шли. И вот только благодаря ребятам, Игорю, Антону, Виктору, люди наши из нашего поселка вышли и остались живы. Сами журналисты погибли, живым остался только оператор. Сельчане благодарны им за мужество и отвагу. Местной школе присвоили имя Игоря Корнелюка и Антона Волошина и открыли музей военных корреспондентов. Среди экспонатов профессиональное оборудование, удостоверение, осколки боеприпасов, а на стендах портреты журналистов, погибших за правду и тех, кто продолжает ежедневно освещать события. Территория подвига может стать главной темой исторического туризма на Донбассе. Идея уже обсуждается. Это может быть совместный проект молодежи ЛНР и России. О создании виртуального туристического маршрута говорили глава республики Леонид Пасечник и депутат Государственной думы Александр Прокопьев. С одной стороны, еще преждевременно говорить о развитии туристической отрасли Луганской народной республики. С другой стороны, к региону проявляется большой интерес, интерес к тем событиям, которые здесь происходят. И это по-настоящему живая история. И эта история может повлиять на мировоззрение наших современников. Педагоги говорят, что цифровой проект может стать электронным пособием новейшей истории для школьников. Ну а когда в регионе прекратятся арт-обстрелы, туристы уже лично смогут приехать сюда и прочувствовать всю энергетику многолетнего противостояния. Прикоснуться к боевым машинам, оценить масштабы разрушений, спуститься в подвалы жилых домов, где люди месяцами прятались от снарядов. Ну а для будущих туристов в Луганской народной республике уже есть сувенирная продукция. Евгений Плохотин, Алексей Фризин. День с толком. С любовью из Луганской народной республики. В День солидарности в борьбе с терроризмом в Барнауле прошли памятные патриотические мероприятия. Так сегодня строительный колледж вспомнил и почтил память погибших детей и взрослых в Беслане. Акцию провели для первокурсников, а в конце запустили белые шары в небо. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Эмоции, которые никогда не отпустят. Администрация края и архитектурно-строительный колледж в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом организовали памятную акцию. Первокурсникам рассказали о террористических актах в Беслане, где 18 лет назад захватили школу. На школьный двор въехал грузовик. Оттуда выскочили люди в масках и с оружием в руках. Они начали стрелять и загонять толпу в школу. В нашем колледже традиционно внизу мы чтим память жертвам этого террора. Жертвам в основном это, конечно, были дети. Это ужасно. Это же я говорю, сейчас это мурашки. На уроке также первокурсники порассуждали, что для них значит терроризм. Отобразили это на рисунках и вместе вспомнили о всех крупных мировых терактах. Занятия и стараемся у людей, чтобы не терялась бдительность, острота восприятия к тому, что может произойти. К сожалению, сегодня никто от этого не застраховывал. В конце урока студенты на улице выпустили в небо белые шары. В знак памяти всем погибших в ходе терактов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну а в Барнауле завершаются работы по благоустройству даров в рамках проекта «Жилье и городская среда». Специальная комиссия оценивает, насколько хорошо эти самые работы проведены. Указывают на недостатки. В редакцию обратились жители дома по улице Сиреневой. И хотя их двор оценивали лишь на предварительном этапе, жильцы уверяют, сделали его некачественно. Не понравилась им ни асфальтированная дорога, ни детские площадки. Подробнее в нашем сюжете. Новые асфальтированные тротуары и парковки подъезда освещения у дома номер 3 на Сиреневой появились недавно. Благоустройство двора этим летом шло по нацпроекту «Жилье и городская среда». Потрачено больше трех миллионов рублей. Но комфортнее, говорят, жители дома здесь не стало. Нин Михайловна уверяет, новый асфальт не спасает. И показывает фото. Во время дождей вода продолжает скапливаться и подтапливает подвал. Вот они дыры. Вот они идут дыры, куда заходит вода в подвал. Здесь уже у нас под этим крылом есть промоины. Вот куда нам обратиться с этими промоинами, чтобы нам приехали и посмотрели, замерили. У нас дома даже пол пока там идет. Из-за того, что вот этот угол дома, он просто просел уже. Попадает вода и в подъезды, утверждают жильцы. В доказательства прикладывают фото после очередного ливня. Можно было асфальт маленько, хотя бы одну лопату бросить и заделать вот это. Вы смотрите, вот это щели и это все идет в подъезд вода. Территорию должны были благоустроить по совести, говорит пенсионерка. На деле двор только разворотили. Детская площадка и та женщину не устроила. Она уверена, конструкции ненадежные. Сколько там, я не знаю. Ну, я так думаю, что там не слишком хорошо зацементировали. Не дай бог, вот эта вот громила упадет на ребенка. Свои жалобы, говорит, вместе с другими жильцами уже озвучивали в районной администрации. Но там сообщили, что все запланированные работы выполнили. Осталось установить лавочки и урны. И на это еще есть почти две недели. В середине сентября работа во дворе по плану закончится. Действительно ли там обнаружены дефекты и будут ли их устранять? С этим вопросом мы обратились в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства. Нам пояснили, проверку во дворе дома на Сиреневой проводили. Но она показала, вода в подвалы не попадает, как утверждают жильцы, хотя и затекает в подъезды. Но эту проблему решить непросто. Эффективное водоотведение вот с этого места очень сложно. Просто по причине монтажа изначально этого вот узла, то есть плиты, не дают сделать контруклон асфальта, который на них лежит. То есть слишком близко плита к двери. То есть придется либо поднимать дверь, либо обрезать ее пополам, что естественно тоже не очень хорошо. Оценить качество работ по благоустройству двора еще предстоит специальной организации. Совместно с подрядчиками они и решат, как устранить существующие проблемы. В администрации сообщили, жители рано начали бить тревогу. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Женщина – священный сосуд. Наверняка многие из вас вспомнили вирусное видео, на котором наш следующий герой и я в качестве журналиста рассуждаем о женской сущности. Было это три года назад, кстати, в День города. Тогда мы снимали репортаж из парка Центрального района. И встретили необычного гончара Михаила. Вы, наверное, как вот ремесленник гончар, вы, наверное, согласны с тем, что женщина – это священный сосуд? Ну что сосуд, да. За несколько дней это видео набрало десятки миллионов просмотров на разных площадках, в соцсетях и даже на федеральных каналах. А недавно наш герой стал лучшим мужчиной-гончаром на международном фестивале «Праздник топора». В этом году масштабные состязания по народным ремеслам прошли в Томске уже в 13-й раз. Продемонстрировать свои таланты съехались мастера из 45 регионов России и 10 стран мира. Благодаря чему нашему земляку удалось победить, расскажем прямо сейчас. Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» уже давно стал частью культурных традиций Томска. Правда, последние пару лет из-за пандемии его не проводили. Однако состязания не утратили свою популярность и в этом году гончарных дел мастера приехали не только из России. Абхазия, Узбекистан, Беларусь, Турция – кого здесь только не было, рассказывает наш земляк Михаил Бывших. К слову, на празднике топора он уже побеждал. До ковида участвовало 72 страны, порядка 350 мастеров по разным направлениям – металлопластика, деревообработка, керамика, прошедших жесткий отбор. Они очень хорошие условия создают, они оплачивают самолеты, проживание, питание, плюс там очень хороший призовой фонд. В этом году вновь у жюри была нелегкая задача – выбрать лучших из лучших. Оценивали прежде всего умение работать с композицией и технику. Всего за один час Михаил сделал порядка 120 маленьких кувшинчиков и за полтора часа сложил из них композицию. Мастер говорит, что в обыденной жизни он соорудил бы точно такое же количество изделий за то же время. Здесь два критерия оценки. Есть композиционные критерии, то есть когда мы делаем какую-то авторскую работу, нам художественный замысел воплотить и прочее. Опять же, жюри дает какие-то наметки на эту тему. Ну, допустим, там, традиционный русский сосуд, там, кухля в виде животного. Или работа с плоскостями, какая-то там абстрактная форма может получить. Михаил Михайлович ненадолго подбил сцену. Приглашаем вас забрать осложную ограду уже за первое место. Михаил рассказывает, что достойных победы было много. По его словам, потрясающе в этом году выступили и женщины-гончары в отдельной номинации. Ну, у нас есть в Кемерской области она, собственно, стала победителем. Алена Романцова, отличный мастер, ну, с 30-летним стажем работы. Надежда Посевкина из Красноярска. Сейчас Михаил Бывших занимается производством посуды для ресторанов, создаёт авторские художественные работы и обучает людей гончарному делу. К слову, буквально на наших глазах он вместе с помощниками подготовил отдельный класс под гончарную школу со всем необходимым оборудованием. Уже 5 сентября стартует профессиональный курс по освоению гончарного дела, а дальше пространство будет открыто для посещения всех желающих. Ольга Ивановна. Пятичасовой спектакль «Война и мир» на сцене Драматического театра «Края». И это не утка. Театр Вахтангова готовит сюрприз для жителей Барнаула. Об этом накануне рассказали журналистам, предваряя открытие сезона. Каким планируется 101-й театральный для драматического, расскажет Мария Мацаева. Первая премьера сезона – трагедия Жана Ануя Антигона в постановке Николая Риотова для основной сцены драм-театра. Впереди, по словам директора, множество спектаклей и творческих задумок. К примеру, чтобы театр имени Шукшина всегда вдохновлялся его творчеством, здесь открывают шукшинскую лабораторию. А вот самым грандиозным событием станет показ спектакля «Война и мир» в исполнении приглашенного театра имени Евгения Вахтангова. Между театрами уже были обменные гастроли в чисто летних юбилеев обоих. После непростых переговоров и решения организационных моментов, мы можем теперь сказать, что 3, 4, 5 и 6 декабря на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина будет показан спектакль «Война и мир». Надеемся, что недели через две билеты уже поступят в продажу. Понаблюдать за духовными исканиями толстовских героев в исполнении лучших московских актеров можно будет в зале Барнаульского драматического театра целых 5 часов. Постановка пройдет с двумя антрактами. По словам министра культуры, спектакль уникален, а те, кто его смотрел, забывали о времени. Я совершенно не заметила, я боялась, что их не высижу просто эти 5 часов. Это, конечно, надо смотреть и смотреть обязательно. И я надеюсь, что это просто лучший подарок для жителей Алтайского края не только в год юбилея края. А пока драматически готовятся встречать гостей, появилась идея к 101-му дню рождения театра. Актеры предложили заложить капсулу времени. Сначала решили, что пролежит она в земле 50 лет, но в итоге остановились на цифре в 10. Капсулу планируют вскрыть в 110-й день рождения театра, 27 ноября 2031 года. Под аплодисменты присутствующих почетную миссию выполнил народный артист России Георгий Обухов. Точное содержание записок не разглашают, но нам намекнули. Это были пожелания театру, немножечко самому себе, но в основном, конечно же, театру, чтобы он рос, процветал, чтобы он стал самым популярным театром в нашей стране. И тогда, через 10 лет, мы поймем, про что мы мечтали, чего мы хотели, сбылось это или не сбылось. Мария Мацева, Александр Антропов. День с толком. В преддверии Дня города мы продолжаем рассказывать об известных людях Барнаула, чья жизнь и работа неразрывно с ним связаны. Денис Фуголь – кандидат медицинских наук, педиатр. За более чем 20-летнюю практику врач нашел подход к тысячам детей, продолжает преподавать студентам, стал лучшим детским врачом страны. И в то же время это неравнодушный житель поселка Южный. О любимом поселке рассказал Анна Решагировой. Детский врач Денис Фуголь приехал в Барнаул школьником. Тогда ему было 15 лет. Семья купила дом на Южном. С тех пор вся жизнь мужчины связана с этим поселком. Когда бываешь где-то в гостях в Барнауле, в других районах, когда с ночевой там где-то остаешься, то уже чувствуешь, что это не твое. На Южном лучше всего. Одно из любимых мест здесь – это аллея. Кстати, благоустроили ее в прошлом году, рассказывает доктор. И теперь зеленая территория особенно популярна у жителей. Южный как-то вот он умиротворение приносит, потому что когда в таком бешеном ритме работаешь, хочется потом вот в свою жизнь принести немножко покоя, чтобы так вот… Да, все переезжаем в Южный. Так успокоиться, так немножко себя привести в такой вот жизненный баланс. Немножко так приезжаешь домой, так пройдешься пешочком. Или на выходных даже вот походишь здесь, вот там так размеренно погуляешь. Даже бесцельно там просто походишь, так идешь, так знакомые люди, там здоровываешься, там с одним, со вторым, так вот элементарно даже на остановку приходишь, там видишь знакомые лица, там кого-то не увидел, там уже думаешь, как-то так странно, что-то этого человека нету. Именно таких зеленых уголков, уверяет мужчина, должно быть как можно больше во всем Барнауле. В День города доктор, конечно, желает краевой столице развития и процветания. Серьезным шагом для этого рассуждает, стало бы благоустройство не только автодорог, но и пешеходной зоны. А еще было бы неплохо установить общественные туалеты, как, например, в Москве и северной столице России. Анна Рашигирова, Алексей Фризин. День с толком. Эта медитация только с оружием. В Калманском районе проходили вторые всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра кубок Барнаульского патронного завода. Кто попал в цель, выясняла Анастасия Дороган. Самые сконцентрированные, самые точные. 70 спортсменов-стрелков со всей России выясняли на Алтае, кто круче. Охотник, конечно, я с детства еще с отцом ездил, с друзьями потом. Всегда нравилось стрелять. Ну а когда попробовал, в принципе, спорт, именно занятия спортом, а не просто стрельба по стрелушке, соответственно, конечно, меня он увлек. С виду спорт размеренный. Участники же говорят обратное. Здесь и драйв, и скорость. Просто нужна подготовка и даже репетиция трассы. В эти выходные в Калманском районе прошли вторые всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. Этап за этапом спортсмены целились и в статику, и в движущиеся мишени. Я, как понимаю, по вашей реакции, трасса не простая. Ну, конечно. Потому что движется. Да нет, очень хорошие динамичные упражнения позволяют сосредоточиться. Надо думать ни о чем, только о цели. Это вот позволяет отвлечься повседневной жизни от работы, от всего. Один из организаторов соревнований, Барнаульский патронный завод, предоставил саму площадку и патроны тоже. После февральских событий, когда экспорт закрылся, предприятие взяло новый ориентир. В Сибири, в отличие от Центральной России, этот спорт еще не развит. Патроны являются спортивными. И мы в номенклатуре выпускаемой продукции, делая акцент именно на развитие практической стрельбы, выпускаем целую линейку патронов для спорта. Патроны презентовали в рамках соревнований. Еще одной новинкой стало гладкоствольное самозарядное ружье и пистолет Лебедева, созданный на смену Макарова. Он отличается несколько большими габаритами, но при этом его емкость в патронах практически в два раза больше, и патрон практически на 50% мощнее. Вместо 8 патронов 14 предназначен для скрытого ношения правоохранителями. Подержать новинку в руках захотели и те, кто с оружием на глубокое «вы». Что вы так напрягаете руку? Никуда не вы палите сюда. Это расслабьте. Теперь вот эту руку кладем вот таким образом. Локти чуть-чуть разведите, вот так, сколько минут. Плавно нажимать. По итогу соревнований золото в классе «Стандарт» уехало в Красноярск, в классе «Серийный» в Москву, а по карабину пистолетного типа в Челябинскую область. У алтайских спортсменов есть стимул тренироваться. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. Уже завтра Барнаул встретит свой 292-й день рождения. Город его отметит с размахом. К 3 сентября организаторы подготовили большое количество площадок. На экране полная информация о дне города, которая поможет вам спланировать предстоящие выходные. Программа стартует с 10 утра. На площади Сахарова она откроется спортивными конкурсами. С 14 до 22 часов там пройдут концерты творческих коллективов и развлекательные программы. На Молотобольской горожан ждут выставки. Они также могут поучаствовать в ремесленных мастер-классах. А в парке Центральный пройдет национальный карнавал-шествие. И это далеко не вся праздничная программа. Отдельные площадки будут работать во всех районах Барнаула. Для горожан организуют праздничные концерты. Залпы праздничного салюта прогремят по традиции в 10 вечера на площади Сахарова и во всех районах города. Продолжение следует...